В сети шинных центров Автомакс акции Купи комплект шин, получишь на монтаж в подарок Также бесплатное сезонное хранение шин Дериндяева 33, Ульяновская 24 Здравствуйте, в эфире первого городского проекта «Место происшествия» В студии Алина Котрихова и сегодня в программе Ехал с включенными спецсигналами Три человека получили травмы в результате ДТП На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московской Ехали быстро, опасно и почти на ощупь На улице Московской полицейские задержали водителя тонированной классики Пожар в заповеднике сказок Горит заповедник Вон еще скоро Пока видим 4 расчета пожарных В центре отдыха летучий корабль в районе Заречного парка загорелся чайный дом Ехали домой к детям На улице 4-й пятилетки сотрудники ДПС задержали пьяного водителя Рено Три человека получили травмы в результате ДТП на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московской Там столкнулись Ниссан Альмера и автомобиль скорой помощи Мерседес Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий» Авария произошла 30 октября в 22.30 у дома 119 по Октябрьскому проспекту Скорая помощь с маяками неудачно проехала перекресток По предварительным данным водитель скорой помощи выехал на регулируемый перекресток На запрещающий сигнал светофора с использованием световых и звуковых сигналов В результате происшествия водитель и 27-летняя женщина-пассажир автомобиля Ниссан А также 27-летняя женщина-фельдшер кареты скорой помощи получили травмы Однако госпитализация им не потребовалась В настоящее время по факту происшествия проводится проверка На улице Щорса столкнулись два автомобиля – Киосит и Фольксваген Гольф По предварительным данным ГИБДД водитель корейца разворачивался и не пропустил немца Пострадавших нет, от удара обе машины получили повреждения На вероятного виновника аварии составили протокол На перекрестке улиц Ленина и Молодой Гвардии в ДДБ попали еще два автомобиля По предварительным данным полиции водитель Рено Каптюр поворачивал налево и не пропустил встречную ладу Гранта Помощь медиков никому не понадобилась За опасный маневр водителю иномарки выписали штраф На улице Дзержинского неудачно выехал с прилегающей территории на дорогу водитель Мерседеса По предварительным данным ГАИ из-за припаркованных машин он слишком поздно заметил Форд Куга После удара Форд отбросила настоящую Тойоту Хайлюкс На водителя Мерседеса составили протокол В Бобино оценил дорогой автомобиль пьяный водитель 14-й По информации ГИБДД 46-летний лихач врезался в ленд-дровер, а после скрылся с места ДТП Никто не пострадал, гонщик скорее всего лишится водительских прав Сергей Пичугин, место происшествия Дерзкое вождение стало поводом для остановки водителя Жигулей на улице Московской Активисты ночного патруля заметили, как лихач резко перестраивается и выжимает всю мощь из двигателя Семерки Впрочем, при общении молодой водитель оказался весьма вежливым и даже с радостью снял тонировку Кстати, теперь автолюбители все чаще соглашаются снять пленку, чем получить штраф Подробности в обзоре Сергея Пичугина Общественники передали сотрудникам ДПС информацию об экстремальном стиле езды водителя Жигулей Машину остановили на путепроводе по улице Московской Водитель Вячеслав признал, что ехал отнюдь немедленно По словам Вячеслава, несмотря на небольшой стаж вождения всего несколько месяцев, он уверен и в себе, и в своей машине Водитель ободрал пленку, сэкономив на штрафе 500 рублей Неизвестно, доехал ли Вячеслав до Сыктывкара, но, по крайней мере, в ту ночь жалоб на него в дежурную часть больше не поступало В печальных сводках он не числится Еще одна машина привлекла внимание очевидцев и полиции на улице Воровского От водителя Приоры потребовали остановиться Водитель Михаил сразу предъявил полицейским все документы Пока сотрудники ДПС проверяли состояние водителя, из машины вышел неспокойный пассажир Успокоить недовольного пассажира пришел водитель Михаил Михаил оказался трезвым, а он снял пленку и даже извинился Еще одного любителя сумрака сотрудники ДПС остановили на улице Преображенской Как оказалось, это уже далеко не первые разборки водителя Мерседеса Артемия по поводу тонировки Разговор с полицейскими у него не всегда складывается позитивно Водитель не сдавался и решил поспорить с полицейскими Столь оживленный разговор решили послушать пассажира авто Водителю объяснили, что если он не растонируется и поедет дальше, это будет расценено как неповиновение законному требованию полиции А это нарушение, которое рассматривает суд, а до суда нужно будет сидеть в не совсем уютной камере в отделе полиции Взвесив все за и против, Артемий решил снять пленку и поехал дальше Сергей Пичугин, Место происшествия Вы смотрите проект Место происшествия, мы продолжаем выпуск В центре отдыха летучий корабль в районе Заречного парка произошел пожар Огонь в чайном доме вспыхнул утром 31 октября Все подробности в рубрике сводка В среду 31 октября в центре отдыха летучий корабль в районе Заречного парка произошел пожар Огонь вспыхнул около 8 утра Горит заповедник Он еще скоро Пока видим 4 расчета пожарных На место пожара спасатели прибыли оперативно Открытое пламя ликвидировали к 9 утра С огнем боролись 7 пожарных расчетов Как оказалось, сгорел чайный дом В летучем корабле отметили, что получили ущерб Однако в кратчайшие сроки последствия пожара ликвидируют и построят новое помещение Работа парка и экскурсии продолжаются, пострадавших нет В Кирове начались поиски пропавшей семьи с детьми С 17 октября семья Матвиенко не выходит на связь с родственниками По словам друзей, супруги 34-летний Дмитрий и 38-летняя Ольга Матвиенко А также и дети 6-летняя Лиза и 4-летний Иван Не собирались уезжать из города Семью разыскивают волонтеры и полиция Если вам что-либо известно, позвоните по телефону на экране Во вторник, 30 октября, в Кирово-Чепецке Около Галополимера оперативные службы отцепили территорию Первые пожарные расчеты подъехали к заводу около 11 утра По словам очевидцев, эвакуировали всех сотрудников предприятия Из-за подозрительного предмета Источник, близкий к ситуации, рассказал, что на предприятии проводятся плановые учения В краже почти на полмиллиона рублей подозревают 50-летнего мужчину Полиция объявила его в розыск Если вам что-либо известно о личности мужчины, сообщите в полицию по телефону на экране Алина Котрихова, Место происшествия Просились домой к детям сразу после задержания Пьяный глава семейства и его пассажирка на улице 4-й пятилетки Парочка ехала в магазин со скоростью 20 км в час Это и вызвало подозрения у инспекторов С нарушителем поговорил мой коллега Сергей Пичугин Погасил, остановился Сразу после остановки водитель Рено Алексей хотел о чем-то с глазу на глаз поговорить с инспектором Без лишних камер Можно было говорить как англ с камерами? Я в машине С виду вроде бы трезвый, но перегар предатель все ему испортил Руки в сторону, вставайте, пожалуйста Коль еще лежит, предмет от него? Нет По словам пассажирки, авто задерживать Алексея нельзя У него дома маленькие дети Во время административных процедур Алексею не сиделось на месте Мы задаем вам вопрос Алексей И надо туда пригодиться Я сюда Ответьте на вопрос и все Алексей, не будет Результат экспертизы оказался, мягко говоря, положительным Вы стоите мертвый уже, да? Нет, с результатом и свидетельствами Вы согласны? Согласен По словам Алексея, не было никакого смысла его останавливать Якобы он из тех, кто ездит аккуратно даже в пьяном виде Вы потому что пьяный водитель Вот в чем Это ничего себе, что это опасно для всех Опасно Я ехал 20 км в час, что опасно? Ну, вы все равно не контролируете Я же у меня по телевизору еще Не контролируйте свои движения все равно, реакция не та Контролируй Реакция за это Ты свои контролируй На водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 кодексов об административных правонарушениях Российской Федерации Теперь водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет А также штраф в размере 30 тысяч рублей День водителя Алексей встретил совсем не в радостном настроении Сергей Пичугин, место происшествия В эфире проект «Место происшествия» мы продолжаем В Оричах скоростные гонки с виду пьяного водителя закончились ДТП Подробности этого и других инцидентов, снятых очевидцами, в рубрике «Видеорегистратор» В Оричах с виду пьяный водитель 99-й ошарашил местных автолюбителей Сначала Лихач на узкой дороге обогнал все попутные машины и едва не задавил пешехода А затем немного попылив, гонщик врезался в Киарио Далее бесстрашному сельчанину ехать не позволили очевидцы и водитель, пострадавший на марке Видно, что мужчина в розовых тапках едва стоял на ногах Хотел бы тоже проверить состояние двух водителей Еще один очевидец Сначала он пожурил рулевого «Фольксвагена» за опасный обгон перед поворотом Затем под удар критики попал водитель темной иномарки Он напрометчиво выехал с прилегающей территории В Костино водителю встречного авто захотелось адреналина И он решился на весьма опасный обгон Чтобы избежать столкновения, автору видео пришлось существенно снизить скорость и уйти на обочину На Октябрьском проспекте две машины по очереди подрезали машину с камерой Сначала Митсубиси, затем Девятка Вы че суки? На улице Луганской водителя светлой иномарки не смутил ни красный сигнал светофора Ни автомобили, которые уже выехали на дорогу Нарушитель промчался мимо них на крейсерской скорости Такому хладнокровию позавидовали даже знающие толк в экстриме велосипедисты На этом видео ничего необычного Всего лишь пазик, объезжающий пробку даже не по встречной полосе, а по встречной обочине Неудивительно, что в начале затора наглеца не хотели пропускать обратно Погрузился в Думы водитель минивена на улице Карла Маркса На перекрестке с улицы Герцена, согласно знаку, запрещен поворот налево Но вместо ПДД автолюбитель, видимо, думал о чем-то другом Во дворе очевидец наблюдал за неуверенным маневрированием женщины-водителя Шевроли Нива Сначала она долго не могла выехать с парковки, затем, по словам автора видео, задела и поцарапала Хонду Возможно, владельцу иномарки это видео будет полезно Сергей Пичугин, Место происшествия И это все на сегодня Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или любительскую видеокамеру Присылайте видео на наш электронный ящик mbakerovsobaka.ru Или звоните и сообщите по телефону 47-33-02 Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте Или проследить за проектом в Инстаграме и Телеграме А у меня на этом все В студии была Алина Котрихова До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова